Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. По Октябрьскому проспекту, который они называют «Стихийным». Внимание их привлек мужчина, торговавший овощами из ящиков. На него составили протокол. Мужчине предстоит уплатить административный штраф в 3000 рублей. Власти города рекомендуют садоводам идти со своей продукцией вместо, например, филейки на центральный рынок. Экономика. На 101 ФМ. Неоплаченные налоги могут лишить кировчан отпуск. Об этом напоминает Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области в преддверии сезона отпусков. Не только коронавирус может стать препятствием для отдыха за рубежом. Чтобы избежать остановки на границе, рекомендуют проверить наличие долгов через личный кабинет на сайте ФНС. Там же можно и произвести оплату. Ограничение выезда за пределы страны налоговики используют при долге более 10 тысяч рублей. Тем временем, с 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран. В частности, с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Также будет увеличено число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию. Экономика. А в завершении о валютах. Доллар сегодня 73,70. Официальный евро 89,91 рубля. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.